Если постоянно смотреть комментарии, которые мы читаем в интернете, то может возникнуть ощущение, что страна просто вот-вот взорвется. Все возмущены, все недовольны, все пишут, что вот завтра поднимем начальников на вилы. Правда, про вилы я все время оговариваюсь. Что же вы все время про вилы-то вспоминаете? Вилы – это признак аграрного общества. Вспомните, пожалуйста, дорогие зрители, у кого из вас дома есть вилы? Боишься, ни у кого нет. Ну, правда, говорят, что можно купить в магазине сад и огород, но там больше все грабли. Так вот, тем не менее, в интернете все бурлит и просто вот кипит, буквально сейчас взорвется. Потом вы поговорите с телезрителями, которые вам скажут, что власть у нас, конечно, очень плохая, но Владимир Владимирович Путин просто ничего не знает. Он просто такой человек, вообще ничего ни о чем не знает, и поэтому его очень жалко. А вообще, может, даже и Путин очень плохой, но все равно все... Дело в том, что американцы гадят, и вообще англичанка гадят. И вообще Запад, и вообще мы в кольце врагов. А потом вы поговорите еще с другим обывателем, и этот обыватель вам скажет, да, не важно. Я все равно дома останусь. Да не важно. Да плохая у вас, хорошая. Да плевать мне глубоко на это. Недавно во время фокус-группы я столкнулся с удивительным мнением, которое, причем, повторилось несколько раз, почему я делаю вывышу это мнение все-таки не совсем случайное, а что-то достаточно типичное. Человек говорит, что власть преступная, власть ужасная, отвратительная. Это просто злодеи нами правят. И думаю, сейчас он скажет, долой, или что-нибудь еще такое скажет. А потом он говорит, я обязательно буду голосовать за Единую Россию, я обязательно на них буду голосовать. Почему? Они же владеи. Да именно поэтому будут голосовать. Они злодеи, они мертвовцы, они подонки. Поэтому как же можно против них голосовать? Ведь если мы будем против них голосовать, они же нам наверняка сделают какую-нибудь гадость в ответ. Они же нас накажут. Чем более отвратительная власть, чем более она чудовищная, тем более покорными должны мы быть. Потому что как же иначе? Если бы у нас была хорошая власть, приличная, порядочная, что и люди правят. Тогда против них, конечно, надо было протестовать. А против этих владеев никак нельзя. Пожалуйста, вот там еще и такое мнение. И по большому счету мы можем тогда уже сделать очень пессимистический вывод, что вообще все очень плохо, глухо и ничего не изменится. Но и этот вывод будет неправильный. И вот почему. Политический процесс подтекстован объективными социально-экономическими явлениями. И эти объективные тенденции не просто работают против власти, они уже работают непосредственно на ее разрушение. Более того, это разрушение по факту уже происходит. То есть власть рушится изнутри себя, рушится система управления, рушится система получения, воспроизводства и использования ресурсов. И именно поэтому перемены неизбежны. А вот как они произойдут и откуда они придут, другой вопрос. Скорее всего, именно кризис власти внутри себя будет главным триггером, главным источником всех перемен и всех событий. Поэтому черный лебедь, если он уже прилетит, то скорее всего приземлится все-таки где-нибудь в Кремле. Субтитры создавал DimaTorzok